Жму руку до локтя, с вами я, и сегодня мы продолжаем проходить в Гримс Холлоу. Что ж... И... И... Давай еще... И ты окружайся. Ну, напоминаю то, что мы немножечко перепрошли тогда. Немножечко. Вот совсем немножечко. Что ж, Пекар, что ты нам скажешь, милый друг? Хей, ты же новенькая? Как дела? Хорошо одержишься? Па... Стоп. Я с ним виделась только когда была в маске. Так что мы впервые встретились сейчас. Что мне сказать? Опять же, повторяем все по факту. Что ж, давай поговорим. Как же твой бизнес? Очень хорошо, новичок. Но продажа хлеба всегда будет медленнее, чем жатва призраков. Почему так? Ну, так получилось. Призраки выпускают куда больше духовной энергии при жатве, чем я зарабатываю при продаже за день. Тогда почему бы тебе не поднять цену? Ох, но я не могу. Никто ведь не будет покупать. Но я не против того, что это займет больше времени, чем у других жнецов. Временами я думала о тех жнецах, что ушли на моей памяти. Как я хотел уйти с ними. Впрочем, со временем, иначе, думая, что уйду, это не так уж и замечательно. Это может быть слишком временное посмертие, но кто знает, каково на самом деле это настоящее. Может, там не лучше, чем здесь. Я не знаю, что мне ожидать. Рай, ад, забвение. Наверное, потому что я и не против того, чтобы продавать хлеб. Но прошу, не углубляйся в этот вопрос. Твоя работа — косить. Моя — продавать хлеб. Хочешь маффин? Пекарь вытащил из парилавка мрачный маффин и протянул тебе. А тебе точно можно выдавать их бесплатно? Не очень уж и похоже на хорошую бизнес-практику. Я могу позволить исключения. К тому же, я их приготовил слишком много. О, боже, какой ты милый. По-моему, все остальное мы уже спрашивали. Так что давай поддержим тебя, купив этот самый маффин. Никто же не против? Никто не против. А что же здесь? Заметка. Возможно, в этой бере-щере придется прыгать через яму. Также за водопадами могут скрываться проходы. Постарайтесь не потеряться. Грим. Точно, нам же надо Гриму. Прости нас, Грим. Мы забыли? Про чай пить я с тобой. Ох. Лучше сделать так. Ну что ж. Итак, глава Нэнда. Какие из тех сладостей твои любимые? Это печеньки или торт? Или тебе нравятся маффины? Или пончики? Пекарь прямо умирает от желания узнать. Постой. Это не самая подходящая фраза. Прошу прощения. Ему не терпится узнать это. Да. О, я знаю, что ты любишь тортики. Если спрашивать меня, то мне больше нравятся печеньки. Хотя я в последнее время ничего не использую. Так что порадуем тебя тортиками. Хороший вкус. Он тоже мой любимый. Мистер Гримм, у меня есть вопрос. Не нужно формальности, глава Нэнда. Можешь звать меня Гримм? Ну, спрашивай. Может ли призрак или жнец когда-нибудь ожить? Интересный вопрос. Нет. Хотя, если... Если? Если у них есть душа. Я не понимаю, разве у нас нет души? Нет, боюсь, что все мы лишь... Нет, боюсь, что все мы лишь души. В этом есть разница. Когда вы умираете, ваши души распадаются, потому что они вам больше не нужны. И все, что остается, дух. Что делает тебя либо призраком, либо жнецом. Но временами бывают создания, что попадают сюда с целыми душами. Обычно, когда такое происходит, я отправляю их обратно к жизни. Впрочем, такое редко случается. В любом случае, подлетище у луна. Да, пожалуй. Хотя я без понятия, что такое у лун. Чай у лун. Он так приятно пахнет. У тебя есть еще вопросы? А, ладно. Давайте пойдем по списку. А, ну, давайте. Просто интересно. Давайте спросим все по варенку. Ха-ха, ты все помнишь. Ну, и я хотела первым устроить вечеринку. Я собирался расставить шарики в этой комнате. Но когда посмотрел в кладовку, все шарики мне пропали. Ха-ха. Вы был? Нет. Точно уж нет. Я могу лишь террорепортироваться на некоторое расстояние. И очень хорошо могу косить призраков. Но кроме этого, я не особо много чего могу. Например, я не умею выпекать. Какая же удивительная штука еда. Боюсь, я этого не знаю. Я не вижу ничего из того, что происходит на земле. Что произойдет, когда я уйду. Я могу лишь догадываться. Я никогда не видел жизнь после смерти. Только отправленные духи видели. Ну, боюсь, что у нас больше нет вопросов. Знаешь, обычно новые журецы не склонны верить к тому, что это реально. Если же верят, то начинают думать, что мы какой-то культ. Я не уверен, почему. Может быть, из-за масок? Но, похоже, что ты довольно быстро приняла этот концепт. Это потому, что я видел Тимми в виде призрака после этого. И потому я весьма беспокоен. Он что, знает? Что вы хотите сказать? Просто хочу узнать, в порядке ли ты, Лаванда? Я заболучусь обо всех женицах, включая тебя. Я... И я в порядке. Правда. Угу. Видели мы, как ты в прачке плакал. Хорошо. Берг, Гарри, тебе не нужно красу в мою колодовку из-за ингредиентов, знаешь уже. Но ты выглядишь занятым, а у меня кончилась мука. Ты не хотела бы обучать Лаванду жатве? Ну, вообще, я хотел помочь. Но ты же знаешь, Грим, я не занимаюсь жатвой. Лучше бы ты попросил кого-то другого. Тебе не нужно будет ни с кем сраждаться? А что, если ее выворубят? После меня ты быстрейший рыжнец в паде. Ты сможешь тебя сужать с ней на руках. Ну, хорошо. Замечательно. Лаванда, как будешь готова, поговори с пекарем в пекарне. А сейчас я пойду сожжу ингредиенты. Увидимся, Лаванда. Типути, какие же они все милые. Перед уходом вы выпили свой лук. А его? Он сам с этим справился. Ты как вообще пьешь? Все ведь хорошо, Лаванда? Надеюсь, чай тебе понравился. Грим специализируется в одной жратве и призраках. Я уж точно не должна говорить ему о Тиме. Все в порядке. Спасибо вам за чай. Ути, какие мы милашки, когда улыбаемся. Моё удовольствие, Лаванда. А ты что такое? Маска. Выгляды незавершённые. На кресле лежит связанная ткань из пиццы. Вау! Ты, оказывается, нам всем одеждашь. Шьёшь. Не только шьёшь, но и шьёшь. Интересно, я могу куда-нибудь пройти? Не рекомендовала бы тебе переходить через эту дверь. Это межпространственный портал, ведущий в мир, полный призраков столь ужасных, что ты никогда не пройдёшь в себя после того, как увидишь их. Ладно, ясно, договорились. Почему он тут стоит? О, это моя утренняя смена. В Непаде тоже есть призраки, с которыми нужно разбираться. Ну хорошо, а если я пройду туда? Ах, да! Спасибо тебе за то, что напомнила мне запереть кладовку лаванда. Мне не нравится ругать людей. Но, думаю, мне нужно быть более жестокими сожнецами, что заходят в мою кладовку, когда пожелают. Хорошо, понятно, удачи. Скоро мне уходить, к сожалению, я не могу тратить своё время на расписку луна. Ах, на распитие у луна. Пекарь терпеливый дух. Он будет готов отправиться в призрачную пещеру, когда скажешь. Пожалуйста, будь осторожна, лаванда. Ух, хорошо. Удачи! Гримм. Тсс, сестрёнка. Мне нужно поговорить. Ты посмотрела в карманы толстовки? Кимми. Боже, у нас такой миленький братик. Тот парень говорил что-то про то, что у кого-то была душа. Так вот, у меня она была. Но, Тим, она ведь у всех была. Нет, она была у меня, когда я появился тут. Что? Я помню, как я лично все в пещере. И когда посмотрел вниз, то я увидел, как выглядел как человек. Как при жизни. Но я был каким-то светящимся, типа зелёным и светящимся. Но затем остальные призраки вошли в пещеру, и они были страшны. Начали за мной гнаться, и я побежал. Затем я потерял сознание, а когда очнулся, то ощутил себя лёгким. И не мог увидеть себя. Лаванда, я думаю, моя душа ещё здесь. Каким-то образом я чувствую её. Может быть, этот призрак забрал её? Я верю тебе. Я постараюсь найти её. Спасибо, сестрёнка. Теперь тихо. Я должна идти. Мне посчитают сумасшедшей, если видят, что я разговариваю с карманом. Ты всё равно выглядишь сумасшедший. Вы выпустили свой язык и захлопнули карман. Может сказать ему? Эй, мастер, у нашего братика есть душа. Не забудь поговорить с пекарем, когда пойдёшь отправиться в призрачную пещеру. Ладно и понятно, как люди нормальные, поговорить мы не можем. Прости, пекарь, но сейчас мы хотим испытать свои силы сами. Ты же призрачная пещера. Владоватный город. Пожалуйста, учтите, что тут скользко и сыро. С изнарожностью перебирайтесь через лужи. Эта пещера открыта для всех женицов. Грим. Ну, вот и отлично. Везде ищем секретные проходы. Везде есть. Привет, призрак. Эй. Ну, ясно. Мы можем перепрыгивать через маленькие. Лужи. Но не через тебя, дурачок. Ах, придётся всё же идти и говорить с пекарем. Пекарь. Пойдём бодаться. Тай, я готова. Круто. Ох, чуть не забыл. Вот, можешь взять это. Ого, шоколадный торт. Похоже, теперь ты понимаешь, почему это любимое лакомство Грима. Мне Нутро подсказала, что тебе это нравится. Ну да, ну да, Нутро, Нутро. Грим прекрасная Нутро. Но всё равно спасибо. Боже, какие же они лапочки. Ох, это спасибо. А Грим дал тебе косу? Честно, временами он бывает забывчивым. О, а ты своего напарника посадил за это. Хороший сервис. Ага, у меня есть коса. Пусть и не от Грима. Хорошо, значит идём во вторую пещеру. Это та, что на вершине холма. Пошли. Пекарь, присоединимся к тебе. Уху. А это кто? Это заместитель пекеры. Он не умеет печь. Но занимается продажей, пока меня нету. И что самое главное, он защищает мои булочки. Прекрасная фраза. Он защищает мои булочки. Защищайте булочки, пекарей. Девиз по жизни. Вот и отлично. Пойдём. Хорошо, лаванда. Я собираюсь научить тебе. Или можешь сделать просто так. На этом всё? Ну, нет. Если закроешь свои глазки, то... Закроешь свои глазки, кажется, я это делаю. Пекарь, я не думаю, что у тебя есть что-то, чему меня ещё можно научить. Как только он уйдётся, мы с Тимми сможем поискать его душу. Потише, новичок. Я не уйду, пока, ну, мы, ну, ты, не очистишь эту пещеру. Все новички проходят через это. Кроме того, мне нужно будет следить за тобой. Если ты вырубишься. Ох. И, к тому же, есть кое-что, что я хочу показать тебе. Фум. Что же это? Не скажу. Это сюрприз. Веди лаванда. Хе-хе. Хопа, хопа. Привет. Я потерял друга там, внизу. Последний раз, когда я его видел, он собирался прыгать в водопад. Пожалуйста, сообщи, когда найдёшь его. А ты даже пытаться не будешь. Ну, ладно. Ох, какая красота, боже мой, какая красота, красота. Я не знаю, это палитра, она прям... Ну что ж, привет. Рожжок. Как ты? Ух. Где наша афиолетовая... Ну, допустим... Ещё раз. Проверим его на прочность. Ох, призрак пропал. Десять духовной энергии скошено. Ясно. Нам нужно ещё... немного... подкачать нашу... силу удара. Улучшить. Улучшить. Прыгать в водопад он был намерен? Ну, ладно. Привет. О-о-о. Храпуна надо делать в последнюю очередь. Храпуна. Храпуна. Содрагание. Призрак пропал. Духовная энергия скошено. Ох, как много. Стен. Обожаю стен. Особенно тайны. Давай же, нападай на меня. Почти. Неплохо у тебя так, здоровье. Ух. Давай. Давай. Содрагание. Содрагание всегда поможет. Что бы это ни было. Я... Я уверена, что тут есть тайные проходы. Дайте мне тайных проходов. Я люблю тайные проходы. Нет. Нет. Я знаю. Я знаю, что ты здесь. Маленький сосранец. Просыпайся. Вытогнули женица деревянной косой. Мне казалось, что я увидел свечение за этим водопадом. Но это был лишь призрак. Спасибо, что пришел сюда. Я бы надолго тут пропал. Если бы не ты. Уху. Молоко. Теперь у нас есть молоко для печенек. Уху. Прекрасно. Я все же тут все оттыкну. Ух. Эй, прекрасный призрак. Дашь пройти за... или подраться. Что-то такое. Боюсь, наблюдение будет слишком дорого стоить. острое. Ух. Содрагание. Эй. Сарап. Ух. Ух. Жуткая печенька. ничего мы сделать кроме просто удара не можем ух как хорошо идет но боюсь нам нужно что-нибудь предпринять например улучшить само содрогание наш любименький и немножечко урон и и немножко ловкость а после пройти в тайную пещеру мы получили немножко цена тайные проходы я везде найду проход черт мне не дают просто пройти ух ты выглядишь не очень дружелюбно я не забыла съесть печень в этой пещере надо тренироваться так тренироваться привет новый призрак главное запомните ребятки атакуйте первыми тогда вам не успею спасить здоровье и ешьте печеньки у нас братик есть надеюсь мы не можем тебя съесть братик и я это вот чему очень рада смотрите какая-то красота молоко на упаковке молока с ошибкой на заново восстанавливающий для приемов чай дрима как каким-то образом все еще горячий восстанавливает все нет у нас нет печеньки чтобы съесть ее ладно сидим кончик что нам стоит кончик или печень ты всегда по кругу бегаешь ну ладно я не особо то и бегу от сражения если действовать быстро то можно сделать все нет отойди от него слизи натравленный что они пекарь подлечи нас призрак попал жуткая печенька теперь у тебя есть эй парень вот и катежница пекарь бегает от нас нет нет я не хочу идти в школу не и не надо дистанционка она сама к тебе придет мы снова ткнули в него эй просыпайся ты уснул заткнись выткнули его сильнее ай а ты ведь пекарь и лаванда точно постой пекарь чего ты здесь я думал ты трусишка которая ненавидит призрачные пещеры простите но я предпочитаю называть себя творцом хлеба хе-хе-хе-хе-хе в любом случае приятно познакомиться лаванда держи ууу еще пончики пара пончиков чтобы не па-а-а-кникнуть по них по-моему тут ты увидимся удачи тебе лаванда я долго тут пробыл но я никак не пойму эти прыжки постой я постараюсь не думать о них точно и я знаю что где-то здесь должно быть точно тайная дверца дайте мне тайную дверцу давай призрак догоняй да догони меня не догоняйте призраков они сами вас догонят шильда иди сюда у нас теперь есть жуткие печеньки привет хэ-хэ Хэйвэн? Джейми? Пока! Большой урон? Привет! Дополнительное здоровье? Привет! Дополнительная скорость Привет! Ой! Чувствую, мы здесь сохранимся И продолжим уже в следующей серии Всем удачи! Пока! Спасибо, что нашла моего тупого друга Эй, это было Вот тортик Благодарность Шоколадный тортик Лаванда, да? Я собираюсь подарить тебе его На вечеринке Но вместо этого Я был тут И искал его Поэтому не мог прийти Ну, я же извинился Несколько Нарвирует своего друга Спасибо, что нашла моего друга Путь и путь Ну, как вы поняли Сейчас я буду снова Гринить Ну, короче говоря Как-то так Ну, короче говоря Ну, как вы Знаете? Ну, как вы Ну, как вы